Всем привет, мои маленькие начинающие контент-мейкеры! Спорим, каждый из вас мечтает о карьере на ютубе. И сегодня, специально для вас, я подготовил гайд, как ничего не добиться на ютубе. Просто несколько советов, которые помогут вам ничего не достичь на этой платформе. Так что заварите себе чашечку ароматного говнеца и прислушайтесь к советам. Совет первый. Заведите канал на ютубе. Ведь без этого у вас совершенно ничего не получится. Каждый из контент-мейкеров, блогеров, стримеров, летсплейщиков на ютубе это сделал. Ведь чтоб провалиться со своим каналом, для начала нужно его создать. Гениально. 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 Совет второй. Делайте то, что вам нравится. Ведь это никому не интересно. На площадке процветает непонятный контент в виде странных СМР-телок. Пахнет он, конечно же, опять какой-то рыбой. Инфантильных блогеров, которые разговаривают с тобой как с умственно отсталым. Вот Влад А4, Кобяков, Глент. Вечно скандалящих идиотов, которые думают, что они пуп земли. Я получил власть, которая инесилась моему отцу, понимаешь? Телевизионных проектов, переехавших сюда, так как телек уже никому не нужен. Рэперов, политиков и прочего дерьма. Ты смотришь на всё это и задаешься вопросом, а кто же это вообще смотрит? Так вот, все смотрят именно это, а не тебя. Совет третий. Старайся. Ведь если ты не стараешься, ощутить свой провал полноценно ты не сможешь. Ты просто будешь на пупы заливать видосики, делать стримы, особо не заморачиваясь и не тратя свои силы. Тогда это не будет провалом, это будет всем понятной стагнацией и отсутствием развития. Никаких эмоций, отчаяния, битья головой об стену, так как ты кропил над роликом долгое время, а его не смотрят. Разве это провал? Не надо так. Совет четвертый. Постарайся разобраться с технической стороной Ютуба. Научись правильно прописывать теги, описания, названия, рисовать превью. Всё это нужно для того, чтобы когда ты наконец со всем этим разобрался, алгоритмы Ютуба в очередной раз поменялись, и твои знания оказались никому не нужным мусором в твоей голове. И ты будешь продолжать делать всё как раньше, правда теперь это не помогает твоему каналу, а вредит ему. Ты будешь пытаться разобраться в новых алгоритмах Ютуба, и пока ты будешь это делать, они снова поменяются. И снова. И снова. И снова. Совет пятый. Пиши службе поддержки Ютуба обо всех своих проблемах. Это создаст иллюзию, что платформа тебе друг, хотя им абсолютно насрать на любые твои проблемы. Будь то постоянно жёлтая монетка на стримах без единого нарушения, пропадающие лайки или просмотры, непонятные онлайн во время трансляции, и они сделают вид, что пытаются помочь тебе. А в конце ты либо услышишь стандартную отмазку, либо просьбу написать отзыв. Ох уж эти великолепные отзывы, которые уходят в никуда. Туда можно писать всё, что угодно, ты никогда не узнаешь, читает ли кто-нибудь или нет. Скорее всего, они даже никуда не уходят, а нажимая кнопку «Отправить отзыв», ты просто закрываешь окно с ним. Это настоящая поддержка креаторов в их безнадёжном полёте в никуда. Совет шестой. Будь честен с самим собой и со своей аудиторией. Ведь это никто не любит. Нет, платформа будет тебя огнобить за любые матерные слова или какие-то неосторожные высказывания. Люди, которые ведут себя по-свински на прямых трансляциях, тоже будут крайне недовольны, если ты негативно выскажешься в их сторону. Они сразу напишут гадость чат, получат бан, отпишутся и, не дай бог, поставят дизлайк. Который, правда, увидишь только ты. Ведь это была такая большая проблема дизлайки. Совет седьмой. Экспериментируй. Снимай разные контенты, попробуй себя в разных форматах, которые тебе интересны. Но обязательно следи за фидбэком. Ведь так ты поймёшь, что сам контент в действительности не особо важен. И что всё это сраная лотерея, где какие-то непонятные видосы набирают миллионы просмотров. А что-то достойное, полезное, смешное или интересное просто никто не видит. И такова суть платформы. И последний, восьмой совет. Никогда не сдавайся. Несмотря на то, что Ютуб будет вставлять новые палки в колёса, выдумывать всё новые способы насолить и помешать развитию канала. Никогда не останавливайся и продолжай делать контент. Ведь только в таком случае, когда всё закончится полным отсутствием зрителей на прямых трансляциях, и просмотров, и лайков под видео, ты поймёшь, что всё это было зря. Вот и всё, дорогой друг, теперь ты точно знаешь, как ничего не добиться на этой платформе. А я желаю тебе в этом успехов. Многие мне скажут, что так у всех, да, и я знаю, что так у всех. А тем не менее, видна прям рука алгоритмов, скажем так, которые просто каждый раз, уже который раз я записываю подобное видео, каждый раз алгоритм меняется, каждый раз что-то происходит, я никогда ничего не знаю. Но я знаю одно, что в таких случаях надо обязательно обращаться к своей аудитории и просить её помочь, поэтому, конечно же, в очередной раз я вас всех умоляю сделать очень важные вещи, чтобы помочь моему каналу не заглохнуть. В предыдущие разы мы, кстати говоря, вылезали с вами из жопы, конечно, Ютуб нас опять туда загоняет через какое-то время, да. Когда я там писал видос последний с просьбой о помощи, апрель 21-го года. Сейчас у нас с вами февраль 22-й, может, у него сезонные такие штуковины, да, когда он решает просто кому-то порезать охват и порезать активную аудиторию, потому что за последний год моя активная аудитория сократилась где-то на треть. Год назад меня постоянно смотрело 3000 человек, сейчас где-то около 2000. И это несмотря на то, что аудитория выросла на несколько тысяч подписчиков. Странная, правда, ситуация? Ну, ничего, мы с вами справимся, конечно, сдаваться не будем, так что вас я просто хочу попросить о очень важных вещах, поскольку я абсолютно не верю алгоритмам Ютуба, алгоритмам прежде всего выдачи. Что такое алгоритм выдачи? Это то, что показывает вам о том, что я в какой-то момент активен, что я выложил видео, что я стримлю и так далее, и так далее. Вы, может быть, сами этого не понимаете, но на самом деле именно Ютуб вам показывает мою активность, а не то, что вы сами ее видите. Некоторые, конечно, да, сами мониторят, сами заходят, сами ищут, потому что они уже знают, что на Ютуб надеяться нельзя. Некоторых Ютуб считает за моих очень активных зрителей и действительно подпихивает им на главную страницу, там и в уведомлялке там отсылает и так далее, мои стримы, мои видео. Но абсолютное большинство этого всего не видит, об этом всем не знает. Вообще проблема довольно-таки старая, да, что вот Ютуб там уведомления не отсылает, там не показывает на главной странице. Может быть, просто каждый с этим рано или поздно сталкивается, и теперь столкнулся я, и теперь сталкиваются там мои друзья. Может быть, действительно, потому что алгоритмы теперь как-то по-другому работают. У меня были подозрения, что Ютуб там гасит летсплееров, стримеров, потому что мы слишком много места занимаем своим контентом на его серваках. Например, блогер, который раз в неделю тебе 15-минутный ролик выкатит, это же, ну, намного выгоднее, да, для Ютуба. Он там набирает несколько миллионов просмотров, и все. А мы тут с вами там 500 просмотров, 300 просмотров ролики выкидываем, никому они не нужны, место занимают, еще и стримим по 7 часов. Для Ютуба невыгодно, конечно. Это, конечно, теория заговора какая-то, но тем не менее. Как с этим бороться? Очень просто. Социальные сети, за которые Ютуб отвечать не может. Прежде всего, самая лучшая, самая удобная социальная сеть в этом плане, это Телеграм. Там все честно, там ничего от подписчиков не скрывается, каждый пост виден, потому что, например, у того же ВКонтакте есть алгоритм выдачи, и тоже мои посты там набирают по 100 просмотров, это очень мало. Поэтому подписывайтесь на Телегу, ребята, вся активность будет там, возможно, через какое-то время вообще все соцсети, по крайней мере, ВКонтакте уж точно можно убрать. Дискорд нам еще, конечно, пригодится в него, тоже можете вступать, ссылочка на все это добро в описании. Также, ну, естественно, подписывайтесь на Инстаграм, потому что Инстаграм это моя жизнь вне стримов, и там часто есть какие-то спойлеры к лайв-контенту, который я снимаю. Так что подписывайтесь, просто там тоже можно мне писать в Директ, там и так далее, и так далее. Рад буду общению. Анонса, правда, там больше нет, функцию анонса выполняет у нас в основном теперь Телеграм. Поэтому, да, подписывайтесь, пожалуйста, я вас умоляю, не забывайте про канал, если вам действительно важен канал, важен тот контент, который я делаю. Старайтесь лишний раз, там, хер не класть, если вам приходит уведомлялка, вы видите, на главной странице зайти, что-то написать, там, комментарий, или в чатик поздороваться, лайк поставить. В общем, проявить какую-то активность, потому что вот эта ваша активность будет показывать Ютубу, что канал все еще интересен, что его никуда не надо засовывать там поглубже, потому что, ну, даже от активной аудитории, или от аудитории, которая сейчас пока еще активна, да, Ютуб может потихонечку начать, там, отрезать по кусочкам, как он уже и сделал, собственно, за последний год. Мы потеряли с вами огромное количество народу. Ну, в общем-то, это все, что я хотел сказать. Да, это очередное видео, как Ютуб меня затрахал, как я устал. Видите, что я начал более активно выкладывать видосы, потому что бытует мнение о том, что если ты не выкладываешь видео, то ты не получаешь рекомендации на стримы, и это действительно сработало, хотя не так хорошо, как хотелось бы, и на стримах все еще не прекрасно все, но стало получше, чуть-чуть стало полегче. Давайте постараемся вместе из этого говна вылезти. А я, со своей стороны, пообещаю вам больше и контента поинтереснее, лайвового, и вы тоже, кстати, пишите, какой интересен вам контент, что вы хотели бы видеть на этом канале. Поделитесь своими интересными идеями по поводу контента, каких-нибудь форматов, может быть, новых, которые мы еще не пробовали в комментариях. Пишите смело. Я уже готов все подряд пробовать, потому что, как я и говорил, надо экспериментировать. Это не поможет, но, может быть, это будет хотя бы весело для активной аудитории. Все высказался я вам очередной раз, да, раз в год. Обязательно надо вот рассказать, как все плохо, как мы тут все страдаем, хотя люди, ходящие на стримы, и так все это прекрасно знают. А вот если бы ходило больше народа на стримы, я бы говорил, что все прекрасно. Спасибо большое за внимание, братва. Обязательно соцсети, обязательно комментарии, лайки. Желаю вам всего самого хорошего, и чтобы YouTube не парил нам всем мозги, наконец. Жестких всем респектов. Йоу.